Привет, в этом видео мы узнаем всё самое интересное про жука-плавунца. Перед началом не забудьте поставить свой лайк, ну и подписаться на канал. Приятного всем просмотра! Жук-плавунец быстро плавает. Находясь на поверхности воды, внимательно его рассмотреть получится не сразу, так как он останавливается на короткое время, после чего делает взмахи ластами и двигается дальше. В принципе его жизнь основана на охоте. Если добыча мелкая, то он удержит её передними лапками и откусывает кусок за куском, а на более крупную особь могут прийти на помощь собратьям. Водное средение чувствует себя прекрасно за счёт множества еды и быстрого перемещения. В качестве весел у них выступают задние лапы, которые расширены на концах и усажены густо волосками. Принцип их передвижения может сравнить с перемещением подводной лодки. Они способны держаться на поверхности воды за счёт того, что их тело легче неё. При нырянии жукам требуется затратить много энергии. Погружаясь на дно, чтобы на нём удержаться, они цепляются за какой-нибудь предмет с помощью двух передних ног, снабжённых специальными для этого крючками. Чтобы дышать, жуки-плавунцы выставляют из водной среды заднюю часть своего брюшка, и через дыхалище, расположенное на спине, кислород из атмосферы поступает в организм. После ныряния над крыльями всегда остаётся пузырёк воздуха. Словно подводная лодка погружённого представителя, он будет обеспечивать дыхание под водой. Когда запас кислорода исчерпается, жуку придётся снова всплыть на поверхность. Казалось бы, что маленькие габариты и примечательная внешность делают из мелкого хищника добычу для более крупных представителей. Однако жук-плавунец обладает абсолютно бесстрашием. В грудной клетке располагаются железы, выделяющие токсичную жидкость. Если другой хищник захочет его съесть, то потом он поторопится выплюнуть такую добычу. Если популяция жука-плавунца будет слишком большой, то это нанесёт сильный ущерб рыбным водоёмам, так как жуки и их личинки потребляют большое количество малькам. Большую часть своей жизни жуки проводят на воде. Для пополнения запаса кислорода жук всплывает на поверхность, выпячивая своё брюшко над водой. Такую процедуру взрослый жук должен проводить не реже, чем один раз в каждые 15 минут. Воздух используется у жуками не только для дыхания, но и для управления всплыванием и погружением. Личинки плавунцов переваривают пищу вне своего тела с помощью специальной ядовитой жидкости, которую впрыскают в жертву. Личинки высасывают питательные вещества из неё уже в полностью переваренном виде. Плавунцы являются, как я уже говорил, хищниками. Основой их рацион питания плавунцов состоит из насекомых, улиток, головастиков, мальков, рыб, лягушек, мелкой рыбы. Хищный жук, несмотря на свои небольшие размеры, способен справиться с добычей, которая больше самого хищника в три раза. Если у одной особи не получается совладеть жертвой, то ей на помощь устремлятся другие жуки. Плавунцы едят очень много, иногда не настолько переедают, что даже не способны подняться на поверхность водоёма. Размер взрослых особей плавунцов и окраса могут быть различными в зависимости от вида. Длина тельца самых маленьких экземпляров не превышает 3-4 миллиметра. Крупные экземпляры достигают 4,5-5,5 сантиметров. И на этом данный ролик подходит к концу. Если вам понравилось, то я буду рад вашему лайку и подписке на канал. Всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok